Продолжение следует... 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 и потом нормальные ноты, то, пользуясь акустическими свойствами инструмента, надо, не останавливаясь мячок, соединять левую ручку через борт. Если ты смычок ведёшь, а палец поднимаешь, куда всё равно ручит. Давай ещё раз сначала. И попробуем немножечко, уже на уровне твоих возможностей, поговорить и попробовать в той же самой выразительной сфере, но немножечко окраску звука менять. Иногда более страстно, иногда более нежно, иногда более грациозно. Это самое с нами. Попробуй. Очень хорошо, очень хорошо. Но уже при том же самом звуке, ты бы взвернув и вниз спешком, не начинал бы... Так, куда? Наоборот, начинай, думай о том, что будет дальше. Так... 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 Опять же, главное для тебя должна быть нота, которая ускорение. Ускорение... Случка так организовалась, чтобы оно было не только ускорением, но было постоянно организованным. Оно не прекращалось до смены звучка. Так... 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 Вот это опять... Вот это и на тригу. И... Та-та... Рай. Да, и вот это первый и канон сначала. Если можно, если можно, я думаю, что можно, но туре восьмушку Продолжает петь Хорошо Я обычно об этом говорю, когда ко мне приходят очень одаренные ребята, юные исполнители уже в более старшем возрасте и играя многое хорошо, возникают проблемы с непрерывным пением. Когда я говорю всем, вспомните ваше детство, мы все совершенно справедливо в первый период были обучены тому, что смена строчка требует определенное кистевое движение. Но то, что это нужно только для первого дня обучения, об этом забывают на корню. И тогда то, что входит в пинг, оно остается, но дергай мне, оно тоже тяжелее остается. Дело в том, что вот то движение, которое мы в твоем возрасте выучили, оно должно быть рассчитано на все движение кистя. То есть я играю, то я его уже произвел внутри этого движения и вот отдельно его делаю. Нет, нельзя. И ты вполне это можешь, потому что так красиво у тебя звучит. Ты вполне это можешь, да? Другое дело, что если ты на ней будешь следить, то у тебя, по поводу, смотри, я примерно тебя скопил. Вот я играю довольно красивым звуком. Вот добавляю, да? Вот за этим, конечно, будет трудно, но это одна из задач. Если ты сможешь это сейчас контролировать, то у тебя в будущем не будет никаких проблем с безграничным твением того, к чему данной среды. И еще один, так сказать, принципиальный момент, который я вот вчера выяснил. Я бы обмечал в другом случае. И тоже бы, учитывая такие большие достижения, хотел бы посоветовать. Дело в том, что тут не надо, так сказать, быть семипядей волосы, сказать, что мальчик одаренный и очень уже хорошо научен. Но он, так сказать, умея, так сказать, пользоваться той и другой вибрацией, имея внутри вот это стремление эмоциональное, то, что называется способностями и талантом, это есть у нас, да? Просто сразу заплескиваешь все, что ты умеешь. И как ты же первую ноту, мне это очень нравится. Но когда ты так играешь, я уже, как слушатель, жду, что потом нечто будет то, что обещает первая нота. А этого не происходит, потому что совершенно естественно, пока еще ресурсы эмоционально. Поэтому она очень сложная вещь, но очень правильная. Все время, работая над расширением этих самых возможностей и ресурсов, все-таки играя, отталкиваться от своего максимума. И вот этот максимум экспрессии все-таки давать только в кульминации. И тогда постепенно повышающееся мастерство не будет противоречить привычке позировки. Поэтому, не просто я хочу покритиковать, но хочу только посоветовать. Поэтому, может быть, для этой ноты было бы обидно убрать вот этот красивый звук. Но временно, для того чтобы, предположим, что я не могу быстрее ребрировать. Можно? Да. А если я начну вот здесь? Да. 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 Дело так. Стараясь. Да. Было в том, что привычка – это огромная, опять, сдерживающая сила. Стараясь. Еще раз начать. Давай. Давай. В стоili. Давай. Давай. Да. Давай. Сейчас вотure little. Давай. Вblem стоит. Поверим. az. Что har vi� вверх? А как... И ну а great. Нотворяя. Нотворяя. Особенно вторую фразу, где такой взлет у них начнет тишка. Каждая нота расцветала. Каждая нота только расцветала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждая нота расцветала. Каждая нота расцветала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждая нота расцветала. Субтитры создавал DimaTorzok Каждая нота расцветала. Каждая нота расцветала. Каждая нота расцветала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вылетаю, а вот другая нога будет. Раз, два, и дальше. И нога, вот тот самый, молодец, да? Вот именно, не столько, чтобы здесь более какой-то сдержанный, как бы я брал, да? А вот после этого... Отсюда более трепетный и нижний, и там можно ни на кого больше не врёвать. Как раз, кто-то расцветает! Да, да. Конечно, я мог бы с этим сегодня измириться, но мне кажется, опять, не надо привыкать к тому, что из-за трудностей верхней позиции ты применяешься, умея играть так красиво, верхней позиции немножко не очень красиво, да? Вот именно так, как нижняя. Вот этот ум тоже самый-самый тобой любимый. Да, правильно. Но заметь, ты смог же, правильно? По этому фразу, ты это можешь, я умею говорить на любом языке мира. Ну, ты можешь это, да? Всё. 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 А вот здесь, в последний эпизод, Вот здесь последний эпизод был немножко такой грустью сыграть, грустью расставать. Чуть чуть более... Легче не дали звучком, чтобы он был более легким. Вот. Если ты будешь опять вниз ударять, то квадратность будет возобладать. Вначале хорошо. А вот теперь Фа диет. Заиграй. Фа весом ряды. Другой. Дальше. 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 И то. Перекануешь в бечок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова